Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романова. Глава региона Александр Карлин рассмотрел концепцию, которая призвана вывести на новый уровень систему аграрного образования в Алтайском крае. По мнению губернатора, она должна охватывать все направления, начиная от создания специализированных классов в сельских школах и завершая высшим профессиональным образованием. Я глубоко убежден, что Россия, как аграрная сверхдержава, должна сделать все для того, чтобы она располагала суперкрестьянство. По всех его аспектам, и в социальном, и в профессиональном, и в культурном, и по социально-бытовым условиям жизни, все должно быть так для нашего крестьянства сделано, как это должно быть у аграрной сверхдержавы. О том, как сделать Россию аграрной сверхдержавой, говорили на 17-м съезде партии «Единая Россия» в Москве. Там же стало известно, что в Государственную Думу уже внесено несколько законопроектов, которые, безусловно, будут поддержаны Советом Федерации и направлены на совершенствование сельскохозяйственной отрасли страны. Ряд предложений, которые обсудили на профильной площадке форума, должны стать основой для разработки стратегии развития аграрного сектора России. И начинаться, безусловно, эта стратегия должна с человеческого капитала, с развития человеческого капитала, с создания нашему крестьянству условий проживания и работы достойных. Тогда у нас все получится. Абсолютно. В 2018 году краевая столица станет еще более цветущей. Город украсят сотню новых клумб, высадят тысячи цветов и 600 деревьев. А самое главное, вокруг города создадут лесопарковый зеленый пояс или, по-другому, зеленый щит. Эта зона с ограниченными режимом природопользования или иной хозяйственной деятельности, так скажем, территория, защищенная от уничтожения. Барнаульский зеленый пояс будет включать весь городской лес площадью более 4000 гектар и сосновый бор в нагорной части города. Участки леса в Березовке, Власихе, Бельмесево, Лебяжье, Бобровке, Новоалтайске, Научном городке, Ганьбе, Казенной заимке и других населенных пунктах. Общая площадь превысит 27 тысяч гектаров. На ней запрещены сплошные рубки и капитальное строительство. Разрешено возводить только объекты здравоохранения, образования, рекреации, туризма, спортивной деятельности, а также коммуникации к ним. В случае такой вынужденной законной вырубки будет посажен новый лес. Команда КВН Алтайского края стала одной из самых смешных на фестивале в Сочи. Ветераны Бийского олеумного завода выступили в первом туре Кивин-2018. Попасть на главный фестиваль юмора команде «Взрывая время» помогла победа на региональном этапе. В конце декабря они стали чемпионами Лиги КВН Алтай и выиграли 100 тысяч на поездку в Сочи. Писать и ставить миниатюры пенсионерам-шутникам помогают молодые наставники, руководители Лиги КВН «Бия». В Сочи команда ветеранов сорвала аплодисменты зала и попала на четвертую строчку рейтинга самых смешных участников второго фестивального дня. За победу и попадание в телевизионную лигу с ними соревнуются еще 450 команд, среди них и две бурнаульские. Так как сейчас на фестивале более 450 команд, конкуренция у наших команд в Сочи огромная. Но очень надеемся попасть во второй тур, ну а дальше в галоконцерт. И к новостям спорта. Это не американский баскетбол и не регби, а алтайский регби-бол. Первенство по этому виду спорта среди школьников прошло в краевой столице. В первый день соревнований за звание лучших состязались 9 команд. За необычной игрой наблюдал Дмитрий Бутков. Мяч, кольцо и даже правило напоминают известную командную игру баскетбол. Однако этот вид спорта носит другое название – регби-бол. Своё начало синдез элементов регбола и баскетбола берет в советском прошлом. Как говорят организаторы, игра носит военно-прикладной характер. Главная задача – как можно быстрее сориентироваться и больше забросить мячей в корзину. А еще – не травмировать не только себя, но и соперника. В регби-боле травмоопасные ситуации сведены до минимума. От баскетбола кардинально отличаются. Здесь нет специального ведения, как в баскетболе. То есть мяч можно брать руками и добегать с этим мячом до кольца. Она отличается и от регбола. Здесь запрещены все боксерские, борцовские движения. Нельзя держать, например, противника, у которого нет мяча. Очередное первенство среди юношей и девушек прошло в Барнаульской 48-й школе. За звание лучших соревновались 9 команд. В первой игре встретились фавориты регбитбола среди юношей – Барнаульский военно-спортивный клуб «Борец» и новичок ВПК «Дружина». В первом круге борцы одержали чистую победу – 13-0. Однако во втором оппоненты забросили мяч в корзину. Но это никак не повлияло на итог встречи. 18-1 в пользу клуба «Борец». Игра была немножко расслабленная, так как команда, которая против нас играла, была немного неопытная. Поэтому мы превосходили их по всем параметрам. Они много стояли на месте и не двигались. И это их ошибка была. Первенство пройдет в понедельник и вторник. В нем будут участвовать более юные спортсмены из Барнаула на Балтайской и Касихе. В планах у организаторов провести краевой кубок по регби-булу. Дмитрий Бутков, Роман Хайрулин. Новости. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Оставайтесь с нами и хорошего дня.